здравствуйте уважаемые студенты сегодня с вами преподаватель русского языка кафедры узбекский язык литература и зарубежные языки тема сегодняшнего занятия определительное отношение сложным предложением текст экологические проблемы современности цели учебного занятия образовательная актуализация прежних знаний и их применение в новой ситуации развитие способности решать языковыми средствами различные коммуникативные задачи развивающая освоение и обработка навыков употребления в речи конструкции с определительными отношениями характеристика предмета по принадлежности ведение беседы по теме воспитательная информированность студентов об экологии в мире воспитывать чувство прекрасного любовь природе определительное отношение в сложном предложении определительное предаточное предложение обозначает признак предмета явление главное слово предаточные определительные относятся к члену в главном предложении выраженному существительным предаточные определительные 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 относятся к члену в главном предложении выраженному существительным предаточные определительные предаточные определительные предаточные определительные слов который какой чей кто что где куда откуда когда в главном предложении могут быть но не обязательно указательные слова тот этот такой и другие выполняющие функцию определения в главном предложении место место предаточного предаточное определительное всегда стоят после существительного которому относятся примеры комната какая которую вступил иван иванович была совершенно пуста давайте помечтаем например о той жизни а какой какая будет после нас лет через двести-триста сложной биографии андерсона нелегко установить то время какое время когда он начал писать свои первые прелестные сказки предаточные определительные прикрепляются к главному только при помощи союзных слов если средством связи является союз это неопределительное предаточный например у слободкина возникло ощущение будто он застыл в беспредельным в беспредельном пространстве от существительного ощущения можно задать два вопроса ощущение какое и ощущение чего в данном случае предаточные неопределительные а дополнительные именно потому что средством связи является союз будто в предаточном определительном союзные слова когда где куда откуда кто что можно заменить союзным словом который например забрались в такие заросли где одни волки водились забрались в такие заросли которых одним только волки водились предаточные определительные отвечают на вопросы определения они относятся к члену предложения в главной части выраженному существительным и всегда располагаются после него в качестве средства связи выступают союзные слова какой который чей что где и другие например знание литературы и любовь к ней есть тот минимум который определяет культуру человека главное предложение знание литературы и любовь к ней есть тот минимум предаточное который определяет культуру человека поставим вопрос к предаточной части минимум какой который определяет культуру человека предаточная поясняет в главное существительное минимум отвечает на вопрос определения присоединяется при помощи союзного слова который значит это предаточная определительная я думал о людях чья жизнь связана с этими берегами главное предложение я думал о людях предаточная 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 поясняет в главной существительное людях отвечает на вопрос определения присоединяется при помощи союзного слова чья значит это предаточная определительная повторим предаточные определительные отвечают на вопросы определения они относятся к члену предложения в главной части выраженному существительным и всегда располагаются после него в качестве средства связи выступают союзные слова какой который чей что где и другие упражнение 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 первое прослушайте и прочитайте текст какие это предложения какие слова можно заменить союзным словом который дом дом которого теперь вы уже не найдете был покрыт голландской черепицей крыльцо где входили было деревянное и выдавалось на улицу из синей довольно крутая лестница вела верхнее жилье что что состояло из восьми или девяти комнат где с одной стороны жил содержатель пансиона спарные комнаты детей находились в нижнем этаже справа от семьи а слева жили две старушки мальчик из которых каждой было более ста лет они собственными глазами видали Петра Великого с кем даже говорили в числе тридцати или сорока детей кто обучался в том пансионе находился один мальчик по имени Алеша которому тогда было не более девяти или десяти лет дополните данные предложения по дополните данные предложения по образцу образец мы подъехали к городу мы подъехали к городу который предатечном определен sock с предатечным определительным подчеркните союзные слова образец Я встретил девушку какую? С которой? Я встретил девушку какую? С которой познакомим. Контрольные тесты по грамматике. Продолжение следует за chwilку. Как мы здесь? Что? Что мы думаем? Недавно собираюсь больше. Мы вообще-то не знаем, как все занимаются экономики. Мы что-то даем. ?" ировать? Раньше что-то вер seja это обозначение о моей работе. Это меня это премии. Можете сделать локации о номер техниках? Текст. Экологические проблемы современности. Задание первое. Проверьте себя, знаете ли вы перевод слов и словосочетаний из текста. Существенные. Воздействие. Устойчивость. Переселение. Затопление. Прорыв. Упрылишь. Оскудевающая. Сирекляшки теткян. Заботливый. Рамхор. Дыра. Тешики. Задание второе. Прослушайте текст. Экологические проблемы современности. Экологические проблемы человечества стали весьма существенными проблемами всей природы на Земле. Объем антропогенного воздействия на природу и окружающую человека среду в конце 20 и в начале 21 веков стал слишком велик. Приблизился к пределу устойчивости биосферы. А по некоторым параметрам и превзошел его. Загрязнение природы достигло такой степени, что очистить ее не успевают такие естественные очистители, как реки, моря, океаны и воздушный бассейн. Ежегодно в атмосферу выбрасываются более 20 миллиардов тонн окиси углерода и более 70 миллионов тонн паровых, газовых, пылевых отходов производства. Изменение климата планеты в результате парникового эффекта за последние 70-80 лет приводит к таянию ледников и айсбергов, что ежегодно поднимают уровень поверхности воды мировых океанов на 1,5 миллиметра, а объем на 520-540 кубических, что может привести к необходимости экологического переселения 1 миллиарда человек с территории, где есть опасность затопления. Климут на земле становится все теплее, споры по этому поводу становятся все громче, из сферы научной они давно перешли в политическую. Английские ученые утверждают, что мы имеем дело с глобальным потеплением, а группа российских ученых предполагает, что нам, напротив, предстоит пережить серьезное похолодание. Выдвинутая ими теория увязывает глобальные климатические изменения прежде всего с атмосферным давлением, от которого, по их мнению, зависит средняя температура поверхности планеты. По этой гипотезе получается, что на земле становится теплее, когда давление растет, а это происходит при насыщении атмосферы газами из земных медр и кислорода, которые синтезируют растения. Когда же атмосфера теряет часть газа, давление падает, и тогда становится холоднее. В последние годы над многими странами мира появились громадные озоновые дыры. Разрушение озонового экрана Земли сопровождается рядом опасных и негативных воздействий на человека и живую природу. Прорыв через озоновые дыры, солнечных, рентгеновских и ультрафиолетовых лучей увеличивает число мощных весных пожаров. Однако основными разрушителями озона являются химические соединения, сенсированные человеком. Все больший ущерб наносит церковь хозяйственным культурам кислотные дожди. Во многих странах, в реках и озерах стала исчезать рыба, снег окрашивается в серый цвет, высыхают леса, падает урожайность. Срадают от кислотных дождей, и люди вынуждены потреблять питьевую воду, загрязненную ртутью, свинцом, кадмиль и так прочее. Кислотные дожди не только убивают живую природу, но и разрушают памятники архитектуры. Спасать природу от закисления необходимо. Для этого придется резко снизить выбросы в атмосферу окислов, серы и азота, но в первую очередь серной кислоты, так как именно она и ее соли на 70-80% обуславливают кислотность дождей, выпадающих на больших расстояниях от места промышленного выброса. Человеку предстоит решать проблему огромной практической значимости, как выжить на скудливающей земле. Одной из важнейших забот каждого государства, всего человечества, должна стать охрана природы, ибо все мы живем на земле, и наш долг – быть заботливыми, рачительными, хозяевами богатств нашей прекрасной планеты. Задание четвертое. Ответьте на вопросы. Первый вопрос. Какие проблемы стали весьма существенными на земле? Второй вопрос. Каким стал объем антропогенного воздействия на природу? Третий вопрос. К чему привело загрязнение природы? Четвертый вопрос. Что такое парниковый эффект и озоновые дыры? Пятый вопрос. Какой ущерб наносят сельскохозяйственным культурам и кислотам дожди? Шестой вопрос. Какие экологические проблемы должно решить человечество в ближайшее время? Седьмой вопрос. При каком условии можно умножить природное богатство? Восьмой вопрос. Почему охрана природы должна стать одной из важнейших забот общества? Задание пятое. Продолжите классно. Экологические проблемы Узбекистана. Уменьшение водных ресурсов Аральского моря. Насыщение атмосферы газами из земных недр и кислорода. Расширение оращаемых земель в лошадей. Задание шестое. Прослушайте видео уроки. Каждый год нас на земле становится больше почти на сто миллионов. И сегодня, как никогда, остро встает вопрос. Что и в каком состоянии оставим мы нашим потомкам? А факты тревожат. Вот лишь некоторые. На каждую тонну продукции нам необходимы сотни, а порой и тысячи тонн чистой воды, которая возвращается в природу загрязненной. Для нейтрализации ее вредных последствий чистой воды нужно еще в десятки раз больше. Со временем начало земледелия мы лишились уже двух миллиардов гектаров пашни. Из них в большей части за последние сто лет. Это наша расплата за вырубленные леса, заброшенные карьеры. Два миллиарда гектаров. Это больше того, что у нас еще осталось. А экологические проблемы городов. Природа и человек не в состоянии переработать горы мусора. Что с ним делать? Куда складировать? Свалки расползаются по земле, как раковые опухоли. Человек уже давно заметил, что после извержения крупного вулкана, во многих частях земли может измениться пыль. Взвешенные частицы пепла и пыли разносятся в атмосфере на многие тысячи километров. И активно воздействуют на ее электрические и физические параметры. Но то, что делает природа, ничто по сравнению с деятельностью человека. В биосферу загрязняют сотни тысяч различных химических соединений. Только трубы ежегодно выбрасывают 60 миллионов тонн окислов азота. 150 миллионов тонн сернистого газа. 20 миллиардов тонн двуокиси углерода. К тому же еще и миллионы тонн тяжелых металлов, свинца, мышьяка, ртути, кадмия, опасных для здоровья человека и для всего живого. Взять, например, свинец. Ничтожные его доли в воздухе или в воде приводят к нарушению нервной и кровотворной системы человека. 90% всего загрязнения природы свинцом происходит от автотранспорта. Каждый автомобиль за год в среднем выбрасывает в атмосферу 100 килограммов ядовитых углеводородов и сжирает 5 тонн кислорода. Загрязненность воздуха в промышленно развитых странах удваивается каждые 10 лет. К тому же это не частная проблема какой-нибудь одной страны. Загрязнение природной среды не знает государственных границ. Благодаря постоянной циркуляции атмосферы и океана вредные вещества распространяются по всему миру. И загрязнение воздуха, воды и суши становится сегодня глобальной, общечеловеческой проблемой. Особенно тревожит постоянно растущая в атмосфере концентрация углекислого газа. Основной его источник сжигание ископаемого топлива. Накопление углекислого газа идет довольно быстро. И по расчетам к 2000 году его будет на 20% больше, чем сегодня. В масштабе планеты это может привести к повышению средней температуры на 1-2 градуса. Что вызовет перестройку всей системы циркуляции атмосферы и переформирование климатических зон. Возможно ситуация, когда самые плодородные почвы могут оказаться в климатических условиях пустынь. А и без того заболоченные земли будут получать еще больше осадков. В Антарктиде и в Арктике начнется интенсивное таяние льдов. И уже в начале 21 века уровень океана может повыситься на 5 метров. Это приведет к затоплению целых государств и к кризису мировой экономики. Вот почему данные о нарушении человеком углеродного цикла являются ключевыми для разработки стратегии научных и практических мер в области охраны окружающей среды. Фотохимический смог. Вот уже несколько десятков лет жители многих крупных городов ощущают на себе его ядовитое дыхание. Под воздействием солнечной радиации окислы углерода и азота, углеводороды вступают в сложные реакции. В результате образуются вторичные продукты, гораздо токсичнее исходных. Среди них самый опасный озон. Озон опасен у Земли. Но озон нужно защищать в тротосферах. Основная масса природного озона сосредоточена на высотах от 18 до 26 километров. И составляет всего одну десятимиллионную часть атмосферы. Молекулы озона поглощают жесткое ультрафиолетовое излучение Солнца как раз в той области спектра, которая наиболее разрушительна для биологических систем. Озоновый слой таким образом не только мощным щитом оберегает все живое, но и обеспечивает ход эволюции. Уменьшение толщины озонового слоя может привести к таким генетическим последствиям, оценить которые в полной мере невозможно. Очень опасны для озона укислы озона. Их доставляет в тротосферу сверхзвуковая авиация, продолжающиеся испытания ядерного оружия, ракеты. Но самый коварный враг озонового слоя — фреоны. Эти газы широко применяются в холодильных установках для аэрозольной упаковки химических препаратов. Но кажется, какой вред биосфере могут принести эти баллончики? Но ведь мировая промышленность производит уже 700 тысяч тонн фреонов в год. Фреоны не разлагаются в воздухе, не растворяются в воде, не задерживаются в почве. А это значит, все они поднимутся в стратосферу и могут значительно уменьшить толщину озонового слоя. Это произойдет непременно и неотвратимо, если не защитить нашу озоносферу. Чего только не падало на нас с небес. И лягушки, и золотые монеты, а вот теперь еще и кислота. Идут кислотные дожди. Невидимый враг. Крупнейшая экологическая катастрофа. Такими эпитетами обычно сопровождается описание действительно серьезной проблемы, вставшей со всей остротой немногим более 10 лет назад. У истоков этой проблемы, опять же, промышленность и транспорт, тепловые электростанции. Сжигая уголь, нефть и газ, они выбрасывают в атмосферу трудно улавливаемые окислы серы и азота. Их молекулы, соединяясь с водяными парами, образуют растворы кислот. Гонимые ветром они могут выпасть в сотнях и даже в тысячах километрах от места своего рождения. Кислотные дожди не щадят ни железо, ни мрамор. Каменный рак. Бесценные произведения искусства тают, как леденцы. Кислотные дожди — одна из самых тяжелых форм загрязнения окружающей среды. Опаснейшая болезнь биосферы. Первыми столкнулись с этой угрозой страны скандинавского полуострова. Заводов здесь, в общем, не так много, но атлантические циклоны приносят сюда всю грязь Европы. Из труб Шеффилда и Бирмингема от городов Рура. Над горной Скандинавией влажные воздушные массы проливаются кислотными дождями. При кислотности воды меньше пяти, в озерах начинает гибнуть все живое. Но уже зафиксированы случаи с кислотностью дождей в тысячу раз больше. Невидимый внешний враг захватывает в Северной Америке и в Европе тысячи и тысячи озер. Подрываются рыбные запасы, гибнет лес. Как правило, пораженные водоемы выглядят чистыми и красивыми. Еще недавно считалось, что стоит построить высокую трубу, и все проблемы с ядовитыми веществами отпадут. Это заблуждение. Каждый должен осознать, что нас не спасут никакие сверхвысокие или сверхдальние трубы. Природу нельзя использовать как мусорную яму. Выход один. Повсеместно разрабатывать и внедрять безотходную, чистую технологию. Да, это дорого. Но лучше сегодня затратить один доллар или рубль на охрану природы, чем завтра потратить миллионы, чтобы только выжить. Да, человек уже во многом изменил лифт планеты. Но, к счастью, на Земле еще немало мест, где сохраняется экологическое благополучие. Именно в таких местах по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера» на всех континентах создано больше 200 биосферных заповедников. Главная их задача не только сохранять генофонд животных и растений, но и проводить всесторонний мониторинг последствий человеческой деятельности. Только в международном сотрудничестве человечество способно решить насущные проблемы охраны природы. Всем привет! Проведя несложные подсчеты, мировое научное сообщество пришло к неутешительному выводу. Конфликт человека и природы достиг критической точки и угрожает существованию всего живого на планете. Стоит ли доверять пророкам от науки или послать их куда подальше и положиться на могущество современных и перспективных технологий? Попробуем разобраться вместе. Если человек не может существовать без природы и вне природы, то хочет он этого или нет, он должен соответствовать ее законам. А иначе... Использование ископаемого топлива, масштабная вырубка леса и промышленное производство привели к критическому повышению содержания в атмосфере двуокиси углерода и метана, попутного продукта добывающих отраслей. Результатом таких изменений становится потепление климата и масштабное таяние арктических льдов. С начала 20-го столетия средняя температура воздуха возросла на 0,74 градуса Цельсия. Кажется мелочь, но заметьте, две трети этого прироста пришлось на период с 1980 года. Согласно прогнозам экспертов, вероятная величина возможного прироста температуры к концу 21 века по самым пессимистичным прогнозам может составить больше 6 градусов Цельсия. Тогда аномальная испепеляющая жара и лютые засухи, сменяющиеся нескончаемыми ливнями, станут нормой. А серо и азот, которые, как и углекислота, образуются в результате сжигания ископаемого топлива, познакомят нас с таким удивительным явлением, как кислотный дождь. Одна из причин серьезных экологических проблем – антропогенные хлорфторуглероды, ХФУ. Они не только превращают воздух, которым мы дышим, в невозобновляемый ресурс, но и приводят к образованию гигантских дыр в озоновом слое. Самая большая дыра была обнаружена в 1985 году над Антарктикой британским ученым Джо Фарманом. В 2008 году ее размеры достигли 27 миллионов квадратных километров. До этого в 1992-м меньшую дыру обнаружили над Антарктикой. Обеспокоенные динамикой развития событий, 197 стран мира подписывают Монреальский протокол, ограничивающий потребление, производство, импорт и экспорт ХФУ. Эксперты подсчитали, что в результате нерационального землепользования человечество за исторический период своего развития уже потеряло 2 миллиарда гектаров некогда продуктивных земель. И это больше, чем вся современная площадь Пашни. Ежегодно в результате деградации почвы из мирового сельскохозяйственного оборота выбывает в среднем до 10, а по пессимистичным оценкам до 20 миллионов гектаров продуктивных земель. Они превращаются в пустоши или пустыни, либо идут под застройку. При таких темпах деградации почвенный покров планеты может быть полностью истощен уже через 100 лет. Активно и быстро идет изменение концентрации химических веществ в поверхностных водах суши. Этот ценнейший возобновляемый ресурс в петле биоциноза перестал восстанавливаться в прежнем естественном виде, перейдя в разряд невозобновляемых ресурсов. Часть регионов планеты уже столкнулась с нехваткой питьевой воды и вынуждена вводить жесткие ограничения. Согласно отчету Всемирного банка за 2016 год, уже к 2050-му мировые запасы пресной воды могут сократиться на две трети. Только представьте, какую ценность тогда будет представлять для подросшей популяции Homo sapiens эта последняя оставшаяся треть. Подсчитано, что на одного жителя Евросоюза приходится в среднем 503 килограмма мусора в год. При этом на родине самых надежных банков в благополучной Швейцарии о таких понятиях, как мусорная свалка или полигон, давно не догадываются. А происходит процесс утилизации, в котором участвует 100% населения страны. Примерно так. Интересно, что в Нью-Йорке, имея такую возможность, добровольно сортируют отходы всего 20% горожан. Что не мешает муниципалитетам крупных городов США лоббировать пилотные проекты по превращению биологических отходов в биогаз. Посмотрев эти кадры, может показаться, что проблема мусора высосана из пальца. Но не будем торопиться, давайте-ка покинем цивилизацию и перенесемся в Гватемалу. И завершим наше мусорное турне в пригороде столицы Индии Нью-Делли. На сегодняшний день человек успешно разрушил экосистему 63% суши. Животный и растительный мир планеты сокращается со скоростью маглева. В мировых океанах истощены рыбные запасы, катастрофическое снижение популяции и полное исчезновение ценных видов рыб и других морских обитателей. Ярчайший пример готовности человека эксплуатировать природные ресурсы планеты вплоть до их полного исчезновения. Почивающий на лаврах человек разумный оказался настолько глуп, что забыл. Ресурсы, необходимые для поддержания его жизни, вырабатываются в пределах взаимосвязанных экосистем. Производство кислорода, естественная фильтрация воды, круговорот питательных веществ, опыление – все это результат работы сложного механизма живой природы, в которой сам человек всего лишь одно из равновеликих звеньев. Планомерное уничтожение лесов по всему миру ведется с начала эпохи колонизации. Цивилизация прорубила себе дорогу, стремительно осваивая новые территории подгорода, сельскохозяйственные угодья и пастбища. Именно так цветущий некогда остров Борнео лишился порядка 80% своего леса, дающего приют множеству видов диких животных и птиц. Россия только за период с 2000 по 2013 год сократила площадь лесных массивов более чем на 20 миллионов гектаров, заняв почетное первое место в мире. Уничтожая леса, мы уничтожаем жизненно важную среду обитания растений и животных. Как результат – потеря биологического разнообразия, угроза для существования важнейших экосистем, усиление парникового эффекта за счет катастрофического снижения объема фотосинтеза. Двадцатый век стал веком страшных техногенных катастроф на крупнейших атомных и химических предприятиях. В их числе – аварии в итальянском Севизо, украинском Чернобыле и индийском Бхопале. Цена человеческой халатности и авантюризма – десятки тысяч жизней и непригодная для жизни экосистема. Эстафету эпических природно-техногенных катастроф подхватил век двадцать первый. В две тысячи шестом году в результате аварий на нефтехимическом заводе в городе Гирин на северо-востоке Китая в реку Сунгари было сброшено сто тонн канцерогенного бензола и нитробензола. Одна из самых страшных техногенных катастроф за всю историю человечества случилась в марте две тысячи одиннадцатого на японской атомной станции «Фукусима-1». Сейчас на ее складах скопилось миллион тонн радиоактивной воды. За счет притока подземных вод этот объем постоянно растет, что требует вырубки лесов на сотнях гектарах прилегающих территорий. В две тысячи тринадцатом году в Лондоне гурманом-дегустатором был представлен уникальный гамбургер. Его фарш впервые в истории был полностью выращен в пробирке из стволовых клеток коровы. Новость стала сенсацией, правда, стоит оговориться, что на выращивании порции мяса в пробирке в количестве, достаточном для производства одного гамбургера, ушло три месяца и триста тысяч долларов. И если гипотеза об источниках избыточного метана в атмосфере верна и коровки, снабжая нас мясом, попутно прессует нашу экологию, то в перспективе искусственное мясо из пробирки помогло бы снизить экологический пресс на целых тринадцать процентов. С другой стороны, уверяет футуролог Рэй Курцвейл, к две тысячи тридцатому году солнечная энергия станет настолько дешевой и доступной, что сможет покрыть все энергетические потребности человечества. Конечно, при условии, что свое место под Солнцем ей уступят транснациональные топливные гиганты, а пока планета задыхается в природных катаклизмах, покрывается разломами и низвергается множеством вулканов. Но у дизайнеров будущего другие приоритеты. Уже к две тысячи сороковому году они обещают нам полностью самоуправляемый транспорт, идеальных виртуальных возлюбленных и возможность моделировать тело по желанию. К две тысячи пятидесятому году, обещает Рэй, в наш мозг вживят микрочип, который поможет нам слиться в экстазе с глобальным искусственным интеллектом. Это будет эра технологической сингулярности. Тогда и воду в нужных количествах по уже известным технологиям человек сможет извлекать из воздуха, а такое понятие, как «болезнь исчезнет». Так смогут ли технологии, даже самые совершенные, решить хотя бы часть глобальных проблем человечества? Безусловно, но как ни парадоксально, лишь при условии отказа от складывающейся столетиями технократической парадигмы мышления. При изменении потребительского отношения к природе, как к источнику средств, к существованию и обогащению. При условии отказа от идеи превосходства человека над природой и попыток построить экологический рай в отдельно взятой стране. По разным подсчетам ученых, человечество может исчезнуть через 100-200 лет из-за небрежного отношения к природе. Но главное, что мы можем все изменить. Природа одна, другой такой не будет никогда. Поэтому объединив усилия людей, государств, общественных организаций, коммерческих предприятий, мы можем улучшить мир вокруг нас. Ведь экологические проблемы интересуют многих, и от того, что мы начнем предпринимать уже сегодня, зависит жизнь наших потомков завтра. А чтоб как можно больше людей это сделали, поделитесь видео с друзьями и до новых встреч!